Вадим Потомский обсудил с представителями творческой интеллигенции Орловской области актуальные проблемы сферы культуры. Такой формат встречи с экспертным сообществом стал уже традиционным. Второй раз она прошла на базе музея-заповедника Спаска и Лутовинова. Как и прежде, обсуждение прошло в формате открытого диалога. Как отметил глава региона, Орловщина имеет большой культурный потенциал. Регион культурно очень развит, это откровенно я вам хочу сказать. Очень, не закидывая камни ни в чей другой огород, хочу сказать, что разительно отличается от ряд регионов Российской Федерации. И на вопрос культурной столицы, я думаю, Санкт-Петербург с Орловом может теперь поспорить. Как заверил Вадим Потомский, все предложения, озвученные на встрече, обязательно найдут отражение в народной программе развития региона до 2024 года. Сегодня встреча была очень важной и очень нужной, потому что те предложения, которые дали здесь за столом люди искусства, литературы, услышаны были его губернатором. Здесь был очень удивительный диалог, что было взаимно услышано. Власть услышала культуру, культура услышала власть. Конструктивный диалог о проблемах культуры региона продолжался чуть более часа. Участников встречи интересовали вопросы дальнейшего развития сферы и ее поддержки со стороны власти. Терять богатейшее творческое наследие Орловщины ни в коем случае нельзя, отметил глава региона Вадим Потомский. Помимо всех финансовых проблем, которые у нас существуют, каких-то мелких проблем бытовых, должна стоять самая главная проблема, зачем мы существуем на этом свете. Наша творческая интеллигенция не только искала общий язык с властью придержащими, но и сумела выйти на темы, которые были решены буквально в течение одного часа, 12 минут, которые продолжалась сегодняшняя встреча. Также в ходе встречи глава региона Вадим Потомский предложил обсудить возможность восстановления заброшенных культобъектов, так как культура всегда была сплачивающей силой общества. В продолжение этой темы деятели культуры предложили учредить премию губернатора Орловской области за лучшее произведение в области изобразительного искусства. Олег Рудаков, Сергей Кравцов, Олег Фомин, телеканал Первый областной.